Таким радостным блеянием бараны и овцы встречают свежее хвойное лакомство. Еще вчера новогодние деревья украшали дома ульяновцев, а сегодня они становятся отличным кормом для зверей в зоопарке. В Ульяновский зоопарк в парке 40-летия в ЛКСМ елки попадают с контейнерных площадок, куда жители города выбрасывают праздничный атрибут. Затем региональные операторы собирают их и отвозят в дом к животным. Мы не первый год работаем с зоопарком, и это положительная практика. И к тому же мы очень рады помочь окружающей среде. Зоопарк с удовольствием принимает эти елки, передает им животным. И другие варианты у нас, конечно, были, но мы выбрали этот для того, чтобы еще раз увидеть результат. Из новогодних елок делают посыпку для дорожек. Также их можно направить на растопку, но сертифицированных печей в городе не так много. Помочь братьям нашим меньшим куда приятнее. Для копытных животных сосны ели и пихты деликатес, богатый витаминами и макроэлементами. В зимнее время года зеленого корма животным особенно не хватает. Но чтобы дерево принесло только пользу, нужно избавиться от остатков украшений. В наличии мишуры и груши, это все нужно убрать, чтобы это ни в коем случае не попадало в животное, потому что это все небезопасно. За обе щеки хвою уплетает и символ нового 2023 года кролик. Радуются елкам и ослы, и козы, и олени с енотами. Для некоторых зверей и птиц еловые деревья становятся украшением для вольеров и местом для гнездования. Елки напоминают о естественной среде обитания. Мы подкармливали немного и в другое время, но в другое время, как мы знаем, прекрасно, например, в то же самое летнее время у нас большое количество зеленых кормов, или в осенне то же самое. А вот уже весной, или, например, в начале лета, когда еще нет толком зелени, то есть вот эти рационы, то есть дополнительное питание, оно очень здорово помогает. Особенно для копытных животных, для которых это важные источники микроэлементов, витаминов. И вообще, как бы, животные чувствуют себя с таких кормов очень хорошо. У них даже потомство с этого, соответственно, лучше появляется и так далее. За зиму у зоопарк пополняется хвой в среднем три раза. Перед Новым годом торговцы привозят нераспроданные деревья с елочных базаров. После новогодних праздников привозят уже с контейнерных площадок. И самый массовый привоз после крещения. В этом году управляющая компания и сотрудники зоопарка заметили, что елок стало значительно меньше. Люди отдают предпочтение искусственным деревьям и больше заботятся об окружающей среде. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.